Друзья, привет-привет! Это Ирина Грачёва, проект Ирины Грачёва Racing. Сегодня я почему-то выхожу в таком вот голубом цвете. Скорее всего, это из-за нашей темы. Сегодня мы продолжим навигацию с использованием Expedition, то, чем я пользуюсь на мини, и добьем маленькие нюансы, которые могут быть полезны, на которые мы не успели обратить внимание в прошлый раз. Итак, погнали! Вот он наш родной Expedition. Значит, с чего начнем? Вот я открыла программу, и она у меня пустая, хотя в прошлый раз я строила маршрут долго и упорно. Конечно же, он не пропал. Смотрим меню Marks, Edit Marks. И вот здесь вот у нас высвечивается вот такая вот табличка, в которой мы можем найти тот маршрут, который строили в прошлый раз. Напомню, что название его было MAP 2020 в честь гонки трофея Марии Агнес Перрон, которая предстоит мне в июне в классе мини в этом году и, надеюсь, в следующем году, гонка ежегодная. Итак, вот что вообще говорит нам эта табличка. Здесь мы видим левую сторону и правую сторону. Начнем с правой стороны. Это Marks Waypoints. Здесь просто организованы все точки, которые я когда-либо ставила в своем Expedition. Большинство этих точек так или иначе принадлежит к какому-то маршруту. И, допустим, открыв любой из них, мы можем посмотреть. Вот такие вот точки я использовала в мини в мае в прошлом году. И вот это вот меню — это то, что я могу с этими точками сделать. Например, давайте посмотрим. Вот у меня гонка MAP 2020. Вот они все точечки, включая старт и финиш. И помните, в прошлый раз мы говорили о том, что можно точки залочить, то есть делать так, чтобы случайно не подвинуть их курсором, мышкой на карте. Так вот, здесь можно залочить все. Выбираем наши точки из маршрута MAP и ставим LOCK. И вот все точки у нас залочены. Это не значит, что с этими точками нельзя будет дальше работать. Точно так же с любой из них можно будет поработать как на самой карте, так и в этой табличке. На карте мы точно так же наводим курсор на точку, щелкаем правой кнопкой нише Edit Mark. И здесь можем ее разлочить или отредактировать координаты или название. Либо вот здесь вот в этой табличке точно так же можно открыть папочку и поработать с каждой отдельной точкой. Дай он LOCK. Да или нет? Нет. Пусть будут залочены. Вот. Итак, это просто список точек, которые так или иначе присутствуют в каком-то маршруте. Слева вот в этой части таблички у нас сами маршруты. И эти маршруты мы так же можем редактировать. Удалять из них точки прямо здесь, либо точки добавлять. Допустим, можем создать новый маршрут road 14 и накидать туда там любых точек из нашего map. Кидаем старт. Дальше можем выбрать точку из любой гонки. Вот из select. Шарио была у меня такая точка. Кидаем ее сюда. И таким образом составлять маршрут не на карте, а прямо здесь. Если вы знаете все про свои точки, то здесь работать будет даже быстрее и проще. Итак, как я уже говорила, конечно же, наш маршрут сохранился. И сейчас мы должны его сделать активным, чтобы увидеть на карте. Для этого выбираем наш маршрут map 2020 и жмем кнопку set active. Очень важно учесть, какая настройка у вас стоит для расчета курсов. Считаете ли вы их как истинные или считаете вы их как магнитные. Эту настройку можно посмотреть здесь во вкладке charts settings system settings. И вот здесь стоит у меня галочка magnetic, что значит, что в прошлый раз маршрут мы рассчитали по магнитным курсам. Я буду использовать дальше эти точки и все эти данные только в своем GPS, где у меня будут истинные курсы считаться. Соответственно, и в Expedition я хочу рассчитать именно истинные без учета склонения. Поэтому убираю галочку magnetic и получаю истинные курсы. Они чуть-чуть изменились. Мне повезло, что в моем районе магнитное склонение совсем небольшое, примерно около одного градуса. Посмотреть магнитное склонение вы можете вот здесь вот, на вашу точку, на точку курсора. Вот здесь вот у нас 1,36 градуса west. Поэтому для меня принципиально ничего не изменилось, но бывают такие районы, где магнитное склонение может достигать и 15 градусов спокойно. Соответственно, чтобы распечатать более корректный маршрут, я должна буду заново экспортировать данные, которые уже пересчитаны на истинные курсы. Что еще может помочь мне в гонке, когда я окажусь один на один со стихией? Чтобы избежать опасности, мне могут помочь какие-то ограничительные курсы, которые я заранее возьму и буду иметь в виду. Они будут нарисованы у меня на тех принтскринах, которые я распечатаю. Для того, чтобы нанести на карту и на мой маршрут такой пилинг, нам нужно опять пойти в меню Marks. И здесь есть такая штука, вот такой вот divider, set dividers. По сути, это инструмент, который позволяет измерить расстояние между двумя точками и курс между этими двумя точками. Как это работает на практике? Давайте выберем какую-нибудь опасную зону. Вот, допустим, такую. Здесь достаточно много опасностей, и не факт, что я пойду по вот этим курсам по прямой. Вполне себе возможно, что у меня будет лавировка, и тогда я должна буду быть уверена, что я не приду в камни. Допустим, я хочу ограничить себя вот на этом участке. Возьмем гипотетическую ситуацию, что я уже иду обратно по этому маршруту, и у меня встречный ветер, я лавируюсь вот таким вот примерно образом. И, конечно же, хочу избежать вот этих опасностей, чтобы мне не пришлось уваливаться и терять с таким трудом отвоеванные мили и кабельтовые. Я хочу выйти на вот этот вот знак, который у меня будет ограничительной точкой, достаточно четко и точно. Для этого я нанесу на эту карту ограничительный пилинг. Беру дивайдер и вот ограничиваю вот эту глубину 3,8 метров, которая менкорн называется. Что я сейчас вижу? Что курс вот этот 0,98, это обратный курс, то есть обратный пилинг для меня, если я буду идти в лавировку в эту сторону. Но я могу сделать реверс, и он будет показывать нужный мне курс. Вот здесь вот, реверс. И вот уже 278, это мой ограничительный курс на лавировку в этом районе. То есть, если на своей GPS-ке я вижу курс больше 278, то я нахожусь в безопасной зоне. Если я захожу сюда, и курс на марку спинек, вот на эту, для меня становится меньше, чем 278. Это значит, что я уже зашла за ограничительную линию, и мне нужно срочно поворачивать. Я могу нанести несколько таких дивайдеров. Вот, например, для этого знака. И на случае, если я пойду сюда, для меня вот ограничительным будет, наверное, вот такой вот курс. Потому что там вот есть прямо камни с рядом с глубиной 5,4. 249 для лавировки. Также я могу написать обратный курс. Expedition, к сожалению, этого не позволяет, но я могу написать его на своих распечатках просто маркер. Еще я использую такие вещи, как перпендикуляры. То есть, я измеряю расстояние до ближайшей опасности перпендикулярно генеральному курсу. Выбираем снова нашу вот эту вот опасную зону. И, допустим, если у меня нету ограничительного курса, пеленга, delete divider, какую информацию я еще могу использовать? Я могу использовать расстояние, допустим, от этих камней до моего генерального курса кратчайшее расстояние мили 0,7. Расстояние достаточно маленькое, и я проскочу это расстояние, если буду идти с хорошей скоростью, достаточно быстро. Каким образом я могу это использовать в гонках класса мини? Со своей GPS я могу получить информацию, с какой стороны от генерального курса я нахожусь и насколько далеко я нахожусь от генерального курса. Это величина XTE, то есть отклонение от курса. Вот таким вот примерно образом будет выглядеть мой экран на GPS. И вот она величина XTE. В данном случае яхта находилась слева от генерального курса на расстоянии 1 мили и 3 кабельтовых. Таким образом у меня будут данные и понимание своего местоположения относительно генеральной линии. Я смогу сделать умозаключение по поводу того, насколько близко или далеко я нахожусь от опасности. Также я могу использовать дивайдеры для того, чтобы измерить какие-то узкости, чтобы просто иметь представление у них до того, как я туда попала. Ну вот, например, разду сайм. Берем дивайдер и измеряем от знака для плат до ближайших камней. Я знаю, что расстояние 1 мили 87. Итак, сегодня я с вами прощаюсь. А впереди у нас не менее интересная информация по построению роутинга по погодным моделям, работа со сквит. Ну и вообще куча интересного. Пока!